Вчера буквально смотрел один фильм, футуристический русский, о том, как милиционер попадает в это же время с другим развитием. И там не интернет, а инфонет. Интернет бесспорно. Но я не знаю, стоит ли совсем закручивать гайки, но, конечно, иногда так интернет поражает. И ощущение, что мы немножко сходим с ума. Потому что мы отказываемся от трехмерного общения, мы заменяем это аудиосообщениями, при помощи которых мы забудем буквы и разучимся читать, пишем смски. Так мы, наверное, скрываем нашу неуверенность в себе, мы боимся людей. Известно, что мальчишки, которые уходят в интернет, они не могут общаться с девушками. И, конечно, это самое большое безумие, потому что они просто не размножатся. Интернет – это, в принципе, костыль для тех, кто забыл, как слышать друг друга на расстоянии. Если вы поедете к нам на восток, там одна бабушка в иглу постучится в бубен. На следующий день другая бабушка с сыном за 200 километров на снегоходе приездка звала подруга. Это абсолютно норма, это у нас было когда-то нормой. Для тех, кто забыл, нужен интернет. Я знаю людей, которые нормально общаются на уровне чувств своих. Но просто интернет избыточен. Не нужно столько опор на человека, чтобы быть счастливым.